Если, ну вот, Лапти Аладдина. Лапти Аладдина выступил в очередной раз, сообщил, что никогда и ни при каких обстоятельствах тех чеченцев, которые попали в плен, вызволять из этого плена не будет. И почему-то это стало весьма популярной сегодня темой. Это все обсуждают. Мне интересно, есть ли умалишенные, принимающие слова Кадырова или Аладдинова за чистую монету? Как выясняется, такие и есть. Они вот послушают больших чеченцев и начинают переживать, строить какие-то причинно-следственные связи, логические цепочки. Но тут надо понимать, что, как во всех абсолютно остальных случаях, Лапти врет. Врет он не потому, что он хочет врать, а потому, что он обязан это делать. У него есть священный патент на вранье. И этот патент не разрешает врать, а строго обязывает это делать. Обращается ведь он не к кому-то. Он обращается к геурам. Он обращается к кафирам. А в этом случае он должен врать даже тогда, когда не хочется ему этого делать или когда во вранье нет никакой необходимости. Если вы когда-нибудь захотите услышать от чеченца правду, вам придется, ну, как минимум принять ислам. Инкорпорироваться в Тукхум или в Тейп, серьезно инкорпорироваться, обзаведясь парой сотен чеченских родственников, отплясав на тысячи свадеб. Вам придется погибнуть в Грозном в 95-м году, воскреснуть в 2008-м, раз в 20 смотаться в Мекку. Вот тогда, возможно, с вами начнут говорить по-другому, и вы услышите правду. Ну, и к тому заявлению о том, что чеченцев не будут вызволять, стоит относиться точно так же, как ко всем декларациям Лаптия Аладдина. То есть, весьма иронично. Алаудинов, врун, такой хитрый, многоопытный. И могу вам только сказать, что уже пару недель абсолютно всех пленных чеченцев, разумеется, всеми силами выцарапывают из плена, предлагая за них любые выкупы, любых срочных, любых бойцов, любых кого угодно. И вот можете у меня в телеграм-канале, там, кстати говоря, есть и та часть, которая теоретическая, которая объясняет это вранье. Ну, вот среди всех врунов Российской Федерации Лаптия Аладдина действительно в самом выигрышном положении. Он блистательный, хитрый, многоопытный и очень талантливый врун. Непонятно, почему это не ценится. Вот поймите, все, что связано с Чечней, начиная от пехотинства самого Кадырова до участия Ахмата в войне и до того, какие реальности получил Ахмат инструкция, все это является черным ящиком. Попытки гадать о реальном положении дел в этом ящике абсолютно бессмысленны, а все глубокомысленные выводы об этом являются спекуляцией. Несомненно лишь то, что чеченцы мастерски строят декорации любви к России и разыгрывают в них потрясающие спектакли. Единственное, что является неопровержимым, так это то, что они не забыли, что с ними делала Россия во время последних чеченских войн. Просто потому, что это забыть невозможно при всем желании, это невозможно забыть и затереть в памяти. Есть незабываемое и непрощаемое. И вот этот маленький момент и является той единственной прочной точкой, на которой следует базироваться, рассуждая о Чечне и ее роли в новейшей истории России. Только исходя из этого следует высчитывать и степень правдивости, и степень истинного отношения горцев, а все остальное – тлен словесный. Продолжение следует...